Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня наш девочке праздник. Конечно же, я знаю, что и мужчины вяжут, но сегодня у нас будет разговорное видео. По-первых, я хочу поздравить всех женщин, всех девочек, мам, бабушек с 8 марта, чтобы вы могли себе позволить такую роскошь, быть любимой, быть слабой, потому что женщина должна быть слабой. Позвольте себе эту роскошь, и рядом с вами появится очень сильный мужчина, который будет вас оберегать, холить и лелеять. Я всем женщинам желаю, которые одиноки, найти себе такого мужчину или друга, который о вас будет заботиться, любить, позволять вам маленькие роскоши, маленькие слабости. Я также желаю вам любви, счастья, всего, что вы сами себе пожелаете. И очень-очень хочу, чтобы вы именно позволили себе быть красивой, желанной и любимой. Сегодня мы с вами не будем вязать, поскольку наш праздник. Немножко я решила расслабиться, достала вот такие кучи журналов и решила их полистать. Скоро лето, такой период, когда уже появляются мысли, а чтобы такого красивенького связать, ну, на уже теплую весну, на лето. И вот решила немножко расслабиться в наш праздник, посидеть и полистать вот эти журналы. Дальше я перейду на стол, выберу самые интересные модели на теплую весну, повторюсь, на лето. И мы с вами немножко помечтаем и построим планы, что же такого красивого связать нам на лето. Итак, дорогие друзья, вот такой вот у меня получился коллаж. Угощайтесь, наливайте себе кофеек, чаек, шампанское, мартини. У меня вот такой вот мускатель. Очень люблю крымские вина. Это одно из моих любимых вин. Сегодня нам можно. И давайте полистаем журналы и полюбуемся, помечтаем, сделаем какие-то планы на лето, на весну теплую и насладимся этим процессом. Я, значит, сначала хотела подготовиться, открыть журналы на нужной странице, но потом поняла, что это очень все долго и неудобно. И решила, что буду по ходу действия приостанавливать видео, листать какой-то журнал, говорить вам о номере этого журнала. И вот таким образом мы с вами сегодня немножко расслабимся и отдохнем. По поводу журналов. У меня часто в комментариях спрашивают, где можно купить такой журнал мод. Девочки, я обязательно это узнаю непосредственно в редакции самого журнала. Сейчас у них там перетрубация идет по поводу смены типографии, поэтому даже не вышел январский номер журнала мод. Это я обязательно узнаю у них, куда они отправляют свои журналы. Я-то их получаю в редакции журнала мод за публикацией своих работ. совершенно бесплатно, поэтому у меня такой проблемы нет, где их купить. Но как-то заказывая пряжу в интернет магазинах, я увидела такую графу журналы мод. В смысле купить журнал по вязанию. И скорее всего там тоже можно это заказать. Поэтому вот когда заходите на какой-то интернет магазин, заказываете пряжу, поищите такую вкладочку или просто наберите в интернете, где можно купить журнал мод. Я думаю, что эту информацию найдете. А я со своей стороны конечно же вам обещаю, что в следующий раз, в марте должен выйти журнал мод очередной. Даже в феврале по-моему. То есть два месяца у них не было публикации. Или только февраль. В общем не буду врать, но там точно меняется типография. И поэтому вот такая задержка в выходе журналов. Это я точно узнаю. Прервалась на секундочку, девочки. Получила вот такой подарок. Посмотрите, какие красивейшие тюльпаны от своего любимого. Это плюс к тому подарку, который я уже получила в феврале. сейчас пойду поставлю все это в вазу. И мы продолжим с вами наш сегодняшний праздник и полистаем журналы мод. Итак, первое, на что упал мой взгляд, просто приковал меня к этой модели. Давно я не баловалась ирландским кружевом, но посмотрите, какая прелесть. то есть это обычная филейная сетка, достаточно крупные мотивы и вот такая красота получилась. Такое вот летнее пальто. Мастер значит Валентина Никифорова. Валентина Никифорова. Журнал мод 613. Я думаю, что если не найти журнал, не купить его вживую, можно скачать в интернете и кого заинтересовала эта модель, пожалуйста, ищите журнал мод 613 Валентина Никифорова. Я буду останавливаться на тех моделях, которые мне очень-очень понравились, потому что столько журналов, сколько я достала, конечно мы все не сможем рассмотреть, обговорить, но то, что мне очень нравится, я буду останавливаться на этом. Вот такая очень ажурная кофточка. На мой взгляд, ажур никогда не выйдет из моды, и поэтому модель значит мастерской Катерина. Вот посмотрите, какая прелесть. очень красивая ажурная кофточка с пиццами. Вот такое шикарное платье, тоже спицы, тоже ажур. Наталья Сухих автор. Так, сейчас приостановлю. В принципе, так хочется посмотреть все, но это затянется, конечно, тогда надолго. вот еще интересное летнее пальто. Почему я как бы остановила на нем внимание, я все хочу совместить два вида вязания крючком и спицами. Посмотрите, какое шикарное решение. То есть, мотивы связаны крючком, а вот эта вот часть воротник связана спицами. прекраснейшее летнее пальто. Просто пальто кардиган. Модель Людмилы Нефедовой. Вот автор. Очень, очень хочется связать вот эту модель. Именно чтобы совместить сразу две техники вязания крючок и спицы. Сейчас приостановлюсь. По-моему, в этом журнале больше на мой как бы ничего не глянулось. на мой вкус. Ну, конечно, это Ирландия. Это очень красиво, но я сейчас это рассматривать не буду. Хочу все-таки остановиться на более легких мотивах, которые под силу будут, ну, если не всем, то многим мастерицам. Итак, вскользь очень быстро просмотрели мы журнал. Журнал МОД 613. так, журнал МОД 609. В этом журнале меня заинтересовала вот эта вот накидка. Как-то смотрела обзор МОД, что сейчас будет модно весна-лето 2019, и обратила внимание, что очень модно бахрома. Ну, и, конечно, вот, видите, как обычный мотив, плюс вот эта модная бахрома, и получилось такое украшение. Даже не обязательно вязать майку, можно просто на какую-то готовую вещь подобрать в ту нить, нитки, пряжу, да, и связать вот такую красиведную накидку. Можно как-то не на бретельках, допустим, сделать, а просто мне не очень нравится, если честно, здесь бретельки, можно было просто пустить углу, но сделать вот такую красивую накидочку. Так, листаем дальше. Опять ирландское кружево, но это, как говорится, не для всех, потому что это, я считаю, что это высший пилотаж, но эта техника забирает, конечно же, много сил, энергии, нужно иметь хорошее зрение. Я немножко посадила свое зрение, занимаясь Ирландией, поэтому сейчас вот я отдыхаю от этой техники и перешла на спицы, чему очень-очень рада, но Ирландия завораживает, возможно, когда-то я немножко восстановится зрение и я вернусь к этой технике. Вот еще одно направление моды, хотя журнал не новый, журнал мод, кстати, 609, но я заметила, что вот 19-й год, это мода многослойность, причем многослойность прозрачная, то есть если снизу идут даже шорты и юбка, а сверху идет какая-то газовая такая вот юбочка из вуали, очень-очень модное сейчас это направление. Вот такой вот жакетик летний, это все в этом же журнале, журнал мод 609, очень нравится мне вот эта филейная сеточка, вообще я не любительница филейной сетки, но вот этот жакетик прям прошелся по душе. И дальше опять тема филейной сетки, вот такая летняя туника, подойдет из хлопковых и льняных ниток, очень-очень красиво, это вот то, что я бы связала, хотя повторюсь, что я вообще не любитель филейки, вот этот жакетик со спины. Вот еще одна тема вязания крючком из мотивов, думаю, что к лету я все-таки переберусь на крючок, потому что крючок это все-таки ажур и к летним моделям естественно очень хорошо подходит. Посмотрите, как просто и как эффектно смотрится вот такой вот летний кардиган из мотивов. Обычный мотив, вот он в основе, по-моему, называется мельница и вот пожалуйста модный нынче оверсайз широкий рукав и шедевр у вас в гардеробе. Так, повторюсь, это журнал мод 609. В этом же журнале идет тема вязания крючком из мотивов. вот такая красивенная кофточка, туника и вот юбка из кружева. Вот это вот тоже писк моды 2019 года. То, что вот отделка именно кружевом. Не важно, какое оно машинное, вязанное или можно использовать летнее, ленточное кружево. В общем, шикарно. вот этот вот кардиганчик сейчас модный кардиган и накидки без застежки. Хотя вот журнал не новый. Я даже не знаю какой это выпуск и год. Ну, не новый точно. А модная модель очень шикарный и очень простой в исполнении. Мотив не связан кардиган. На мой взгляд, вот даже начинающая вязальщица, даже та, которая не вяжет крючком, я думаю, что получится связать вот эту красивенную модель к лету. Вы посмотрите, какая выкройка. Ну, это же вообще просто. Проще просто не бывает. Посмотрите. Так, чья это модель? Евгения Райдер. Вот автор. Ага, это еще техника без отрыва нити. Ну, если честно, я не люблю вязать без отрыва нити, но возможно, возможно, этот мотив очень мелкий такой. Возможно, можно будет попробовать и связать эту модельку. нитки здесь такие толстенькие. Кстати, очень хорошая тема. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что у меня даже есть подходящие ниточки. Вот кто со мной на канале уже видел обзор пряжи. Итальянская бобинная пряжа Морис, которую я смесовала с хлопком. Очень-очень хорошо. Девочки, не забываем отпивать из бокала для поднятия тонуса. Я периодически останавливаю видео и подхожу к бокалу. Так что поднимаем настроение. Вот шикарная, очень шикарная модель брюги. Никогда не вязала я в этой технике. Но очень-очень хочется попробовать. Так опять Наталья сухих. Посмотрите какая отделка, то есть сочетание более темной и более светлой нити. Я думаю, что здесь даже может быть и другая ниточка по фактуре. Возможно немножко с блеском. Очень красивое платье. На мой взгляд не обязательно четко следовать моде. Я не знаю. Я конечно приглядываюсь смотрю на модели всякие то, что модно. Но на мой взгляд кружево во-первых никогда не выйдет из моды. И я придерживаюсь такого мнения, что то, что вам красиво, удобно, комфортно, то и модно. Вот пожалуйста летнее платьице тоже крючком. Опять модель Натальи Сухих. Очень красивое легкое коралловое платье. Так, пошла Ирландия. На ней не буду останавливаться. Давайте просто посмотрим на эту красоту. Причем здесь Ирландия пошла. Я смотрю листья связанные спицами. Вот первый раз вижу мотив, который применяется в ирландском кружеве именно спицами. Обычно вяжутся мотивы в этой технике крючком. Вот видите полет фантазии он же безграничен. Кто сказал, что так нельзя? Правила для того, чтобы их нарушать. Так, это все ирландское кружево. Так, все, это был журнал МОД 609. Очень много в этом журнале именно моделей летних. Так что запоминайте номер, если что, можно найти потом в интернете. Так, вот следующий журнал нашла с большим количеством летних моделей. Так, а вот что-то номер это я не вижу. Где же номер журнала? А, вот он, куда перенесли, 587. Это точно знаю модель Марины Килиной. Есть эта прекрасная женщина у меня в друзьях на однокласснике. Я просто помню ее эту тунику. Вот она. посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Автор Марина Килина. Очень хорошие модели у нее. Причем сейчас она перешла тоже из Ирландии перешла на вязание спицами. В общем, Ирландия от нее тоже устаешь. Причем конкретно. потому что модель вяжется как минимум ну не знаю как у кого у меня платье вот мое розовый рай заняло 6 месяцев практически. Поэтому все это красиво, все это шикарно, но от этого тоже очень устаешь. Посмотрите, какой желтый цвет платье связано крючком. Я очень рада конечно, что я владела спицами, спицы заворожили, теперь владею несколькими техниками вязания. Вот горчичный цвет, очень красивая платьица, очень красивая, такое женственное, умело подобран аксессуар, бижутерия, и все очень очень красиво. Вот еще одна тема вязания летней модели, посмотрите, но я бы конечно убрала отсюда этот бант, возможно чем-то можно заменить, ну не знаю, не очень, а вообще достаточно такая а-ля Наташа Ростова платьица, очень просто, из мотивов. И вот то, что я хочу связать обязательно к лету. Очень хочется мне ажурные вязаные брюки. Вот просто моя мечта. Шикарный жакетик модель Алены Зиновьевой, связан крючком а-ля Шанель, да? Так, опять ирландское кружево, морская тема, вот она, эта туника, вот она, Мариночка Килина, собственная персоной, вот такая королева вязания. вот, вам пончо красивенная, просто красивенная, бахо или боха, как правильно кто как называет, вот такое пончо, кстати, посмотрите, я имею ввиду модель, ну, как связано, да, это то, что я хотела вязать вместо, вернее, начинала вязать пончо, которое сейчас это мой кардиган Восток, вот такими двумя полосками и вот так соединить вот более короткой полосой, это та же самая выкройка, но здесь, конечно же, пончо летнее. Кстати, по поводу моего кардигана Восток, вчера я очень спешила, хотела даже его закончить, возможно, не легла бы спать, но все решилось само собой, короче, девочки, я перевязывала рукав, я уже связала два рукава, стала все это дело вшивать, и когда примерила, я не знаю, как я все это дело мерила, но у меня рукав получился короче сантиметров на восемь, в итоге мне пришлось распустить до нужного места, а это весь погон, а это уже стиранное полотно, а там махер, распускается плохо, в общем, вчера все решилось само собой, наверное, для того все это делалось, чтобы я сегодня отдохнула, и мы вместе с вами полистали журналы мод, очень красивое платье, да, еще немножко, буквально два слова по поводу кардигана Восток, девочки, пряжи там уйдет как минимум килограмм 500 грамм, мне не хватает теперь, поскольку я довязала два рукава, и второй еще не довязала, но довяжу, и мне не хватает буквально моточка Алисы, Ангора Делюкс у меня есть, а Алисы мне как раз не хватит, я сейчас сниму видео и буду дозаказывать эту пряжу, поэтому, кто вяжет кардиган Восток, имейте ввиду, этот узор забирает очень много ниток, то есть, нужно как минимум покупать 1,6 кг, лучше пусть останется, лучше свяжите повязку там, на голову, или может быть шапочку, еще что-то, но, вот я первый раз столкнулась, когда мне не хватает пряжи, я не ожидала, что он будет таким тяжелым, ну, там рисунок вот этот косый, он объемный, там не совсем косый, а раны, в общем, имейте это ввиду, что на него нужно как минимум 1,5 кг, пряжи, это на размер 48-50, вот, красивенное платье, связанное спицами, чем мне нравится вот эта модель, оно не очень дырчатое, здесь, конечно, нужна будет подкладка, можно даже подъюбник, я бы даже просто подъюбник, но очень красивая модель, конечно, увеличить немножко длину, и будет красивенное платье, журнал мод 587, листаем дальше, это вот, конечно, модель не летняя, такое вот пончо а-ля пейчворк и сумочка, но всегда мне хотелось это связать, вот, на теплую весну, вот эту вот модельку я бы, конечно, связала, это журнал мод 604, я здесь пролистала, ни на что у меня, как говорится, глаз не упал, вот, шикарное пальто от Светланы Волкодав, цветущие сады тоже мне очень нравится, ну, и дальше, дальше пошли такие более теплые модели, сейчас возьму другой журнал, вот, еще похожая тема, но, здесь вязанный пейчворк из тонкой-тонкой пряжи, здесь, смотрите, филейная сетка, ленточное кружево, даже здесь элементы ирландского кружева, потому что соединение идет где-то сеточкой, и здесь ткань, вот, очень мне хотелось связать вот что-то подобное, кстати, юбка плиссе в этом сезоне тоже очень-очень модная, особенно из блестящих тканей, видите, как, журнал не новый, 606 номер, но мне бы очень когда-нибудь я свяжу что-то подобное, вот именно чтобы совместить и филейную сетку, и какие-то мотивы из связанные крючком, да, и чтобы обязательно присутствовала ткань тонкая, это, наверное, или тонкий хлопок, или батист, ну, что-то такое, очень-очень нравится мне вот эта вот модель, так, листаем дальше, в этом же журнале нашла модель Светланы Абрамочкиной связана крючком вот такое ажурное пальтишко, очень-очень нравится, так, повторюсь, журнал мод 606, кстати, у меня даже есть подобная пряжа, вот из последних моих подарков, который должен был быть подарен только сегодня, это вот тонкий итальянский бобинный кашемир, вот даже цвет, по-моему, точно подходит, посмотрите, даже достала ниточку просто один в один, правда, у меня этого кашемира 500 грамм, но здесь тонкая ниточка, что-то прям меня заинтересовало это пальтишко, очень красивая, ажурная, легкая, ну, просто на теплую весну, даже на прохладные какие-то дни, летом, просто самое оно, не могла пройти мимо этой модели, модель весна-лето, думаю, что это хлопок, автор Елена Павлова, посмотрите, ну, это просто шик, просто шик, я бы немножко сменила здесь форму рукава, но это как бы на мой вкус, чуть-чуть другую бы сделала, но вот это мне очень нравится, под джинсики, под юбочку, да под что угодно, просто шикарная модель, журнал мод 606, вот опять не могла пройти мимо модели из кожи, девочки, у меня столько хотелок, я правда не знаю, где-то говорят, можно за копейки купить замш, кожу, на ярмарке мастеров, что ли, не знаю, но вот в этой технике очень хочется связать что-то или плед, мне больше не плед хочется, а вот скомбинировать кожу и вязание, вот у меня единственный вопрос, я не знаю, как потом это стирать, вот как стирать кожу, которая вот в вязании, ну вам же нужно будет постирать как-то эту модель, да, напишите в комментариях, просто интересно, может быть кто-то уже так вязал, мне очень нравится, единственное, что меня останавливает, это вот вот этот момент стирки, как делать стирку, вот пожалуйста, вот опять шикарные модели, скомбинированные, обвязанные крючком кусочки кожи, и получается вот такая красота, посмотрите, какой цветок красивый, прелесть, просто прелесть, если это этот свитерок, да, это этот свитерок, посмотрите, какая интересная вязка, обязательно зайду в описание, посмотрю, просто шикарно, очень красивая модель, вот нашла такой шикарный ажур, на мой взгляд, здесь крючок и ленточное кружево с элементами вкрапления ирландского кружева, но это, конечно, сложная техника, здесь вот клинья сделаны из ирландского кружева, вот видите, вот он, этот клинышек, то есть связаны вот эти вот ленты и потом собиралась еще ирландское кружево и кайма тоже, вот кайма это ирландское кружево, то есть вот такие разные техники, это, конечно, сложно, но это очень-очень красиво, вот еще одна модель из мотивов, связанных крючком, посмотрите, какой шикарный, я бы сказала, даже курточка с капюшоном, очень красиво, так, Алена Зиновьева, ветровка Алены Зиновьевой, да, не сказала, журнал мод 607, вот еще нашла интересную модель, связана крючком, посмотрите, какая прелесть, то есть простейший, просто простейший крючок, и дальше пошла вот эта вот кокетка в юбке, или как ее назвать, связана спицами, то есть собрано две техники, простейшее сочетание, монохром, черный, белый, да, и вот такая юбочка получается, причем ее можно связать как летнюю из тонкой пряжи, так и зимнюю из более толстой пряжи, очень красиво, девочки, я листаю журналы там за кадром, все это в таком быстром темпе, потому что видео уже 31 минута, вы, наверное, все уже подустали, и я выбираю модели, которые вот могут связать даже начинающие вязальщицы, ну, за редким исключением, где я рассматривала сложные модели, в основном буду останавливаться на просто очень легких моделях, посмотрите, какое прекрасное решение, желтая сердцевинка в ромашке, и платье связано из мотивов, вот, я обещаю вам, что к лету что-то подобное мы обязательно свяжем, ну, потому что это просто, это очень просто, на мой взгляд, а получается достаточно эффектно и красиво, да, не сказала, а журнал мод 600, это вот, вот это вот ромашковое платье, это не летняя модель, но очень-очень мне нравится, посмотрите, какой прекрасный кардиган в таком пастельном тоне, да, бежевый, так, кто автор, не вижу автора, союз дизайнеров какой-то, союз дизайнеров вот здесь написано, а, модель Вяткиной, господи, читаю то, что мелко, а то, что крупно и не вижу, очень красивый кардиган, журнал мод 617, ну, поскольку мы рассматриваем не только летние модели, на весну, на осень, в смысле, на весну, на лето, да, в принципе, и на осень, вот, техника, это вот кожа и различные элементы пычеворка, красивенный, просто красивенный жакетик, опять, вот, мотивы и спицы, тоже, вот, пончо, причем, вяжется очень легко, обычные мотивы крупные, крупные связаны на крупном крючке и просто шикарный перед связан, по-моему, не могу определить то ли спицы, то ли крючок, потому что сейчас только крючком узоров, которые вот сложно отличить, вот, по-моему, даже крючок, если не ошибаюсь, очень красивое пончо, опять тема мотивов, причем, мотивов разного калибра, здесь есть и круглые, и цветочные мотивы, и вот квадрат на рукаве, и вот собрана такая красивая кофточка, о, мое платье, кстати, мое платье, которое сейчас на мне мало уже будет летом, надо худеть, туника тоже моя, из мотивов, лежит, ждет лето, тоже красивая кофточка, да, ленточное кружево и филейная сетка, так, это журнал мод 617, и переходим листать дальше, девочки, если не устали, листаем дальше, нашла несколько моделей летних кардиганов, тоже обычная, я бы сказала, филейная сетка, но крупным крючком, немножко техники, я бы даже не сказала, что это ирландское кружево, здесь, по-моему, обычные мотивы, соединенные иглой, посмотрите, какая красота получается, и вот этот вот кардиган жакетик, всегда мне нравилась вот эта вот плетенка, здесь просто даже по-моему связаны ленты и собраны в полотно, я могу, конечно, ошибаться, но вот эта вот часть, ну, мне так кажется, может быть и нет, может быть это как-то можно связать спицами, нет, я ошиблась, вот смотрю, вяжется спицами, по-моему, хорошее описание, беру себе на вооружение, очень хочется мне вот такую плетеночку связать, вот еще один жакетик, посмотрите, какая прелесть, какое сочетание ярких и темных тонов, асимметричная застежка, асимметричный этот клапан, вот еще несколько моделей вот из из этой плетенки, вот, в общем, нравится, очень нравится мне эта техника вязания, моё пончо, кстати, это пончо для тех, кто недавно у меня на канале, здесь вообще моя техника вязания, кстати, есть мастер-класс, кому, кто заинтересовался, как я это делала, есть мастер-класс, где я рассказываю об этом пончо, а вообще это мои воспоминания, на самом деле это был плед, подарок от Ивраше, вот это вот, как это, фланелевая ткань, да, видите, и потом я обвязала этот принт, дополнила сеточкой, дополнила кружевом, каймой, и получился у меня, получилось вот такое шикарное пончо, очень люблю это пончо, очень люблю в нем гулять вот осенью и весной, так что вот так вот немножко фантазии, сделали дырку, добавили каких-то декоративных элементов, и эксклюзивная вещь у вас в гардеробе, журнал мод 614, модель Елены Сидниковой, так, переходим дальше, очень красивая белая кофточка махеровая, опять вот эта модная линия реглана, посмотрите, вот журнал как бы создан давно, да, посмотрите, какие красивые, не выходящие из моды модели, мне кажется, вязаные модели, ну вот вообще все, они никогда, просто никогда не выйдут из моды, ажурное платье, платье изысканное чудо, да, не могла не вспомнить, это моя первая публикация, и мое первое платье в технике ирландского кружева, вот это моя знаменитость розовый рай, и вот оно, журнал мод, здесь написано 604, но на самом деле это ошибка, журнал мод 611 был, здесь просто опечатка, вот так вот запомнился мне этот журнал, и здесь еще есть одна модель моя, кстати, очень хорошее платье вот на лето, здесь есть еще одна моя модель, это вот топ, где я делала комбинацию ткани, то есть надоевший мой топ из ткани, кто уже знает, я люблю переделывать вещи, и добавила вот ирландское кружево, но я как бы здесь хотела остановиться на другой модели, которую я очень хочу связать, сейчас приостановлю видео, найду, мне очень нравится платье Светланы Волкодав вот это, если его сделать немножко пошире, такое платье туника, посмотрите какой ажур, и возможно поменять немножко цвет, вот я бы связала в более светлом варианте, что-то или белое, или бежевое, у меня кстати есть бобинная пряжа, там состав лен, хлопок и шелк, вот наверное я связала бы вот такое платьице, вот оно простое, но если заменить цвет, оно будет просто шикарное ажурное, и вот не могла остановиться, это крючок, очень красивый рисунок, я бы не вязала такую модель, честно говоря, мне не очень она нравится, а вот рисунок очень-очень даже и это крючок этот же журнал журнал мод 611 очень нравится мотивы сана на осан и даже есть по-моему пряжа белая у меня модель связана крючком посмотрите какая красота очень красиво очень вот еще один кардиган от светочки волкодав посмотрите какой красивый интересный рисунок очень красиво шикарно на весну на лето смотря из какой пряжи вязать очень красивая модель берите в копилочку себе нашла еще очень красивую модель журнал мод 602 давнешний кстати журнал я думаю что это жалко что здесь не пишут дату не вижу дату но думаю что это если мой первый в семнадцатом году публиковался это был 611 это 602 это где-то 16 год посмотрите какая шикарная модель связаны вот эти кленовые листья я у меня кстати когда я только-только начинала вязать крючком я связала себе подобную юбку где-то же она у меня есть посмотрите как можно красиво создать жакетик минимум вот сеточки кто владеет техникой ирландского кружева да даже можно здесь заменить просто мотивом сшить иглой такая техника кстати тоже есть не обязательно соединять мотивы сеточкой и посмотрите какая эксклюзивная вещь у вас в гардеробе очень очень красиво и вот созвучная с ней с этой моделью вот такая кофточка опять же те же самые кленовые листья и собрана сеточкой но здесь сеточка из толстых ниток и добавлены какие-то круглые мотивы то есть это сложно но для тех кто владеет хотя бы маломальски ирландским кружевом вот вывязыванием сеточки вот эта модель очень шикарно вяжется я думаю что это свяжется быстро потому что здесь очень большие мотивы это быстро это не то что там 150 мотивов или 200 нужно вот таких вот по 3 сантиметра связать как я вязала свое платье розовый рай очень красиво беру прям вот себе в копилочку да автор модели Анна Морозова журнал мод 602 в этом же журнале посмотрите какое шикарное пальто просто прелесть и по-моему здесь соединение двух техник я вот вижу что спинка и часть рукава связана крючком и воротник а вот эта вот часть связана спицами очень интересно и вот воздушная модель Наталья Сухих тоже мне очень нравится вот этот свитерок только я бы здесь убрала вот это вот кружево мне как-то не очень а вообще очень красивая модель а пальто Рима Чернышева вот вот еще соединение двух техник вязание крючком и спицами красивенный такой жакетик как это назвать то забыла вылетела из головы скажите мне как это назвать не жакетик как это называется ладно вспомню обычные квадратные мотивы и обвязка просто добавлена обвязка вот горловины и низа и рукавчика спицами вот пожалуйста соединение двух техник подружились крючок и спицы в этом же журнале журнал мод 602 нашла красивенное платье техники бриош это просто моя мечта это просто шик это очень очень красиво если бы можно было как-то сделать без швов я думаю что это наверное возможно сделать это платье можно носить как с одной так и с другой стороны причем с одной стороны оно будет одного цвета с другой стороны оно будет другого цвета Светлана Абрамочкина автор этой шикарной красоты очень очень красиво очень хочу боже мой сколько этих хочу когда же это все вязать девочки ну давайте наверное будем заканчивать уже 45 минут видео остались еще несколько журналов но я думаю что вы все уже устали и глаз засалился я думаю что вы хорошо провели со мной это время эти минуты мне было очень приятно что вы были со мной кто досмотрел это видео до конца еще раз всех поздравляю с праздником желаю вам море цветов море улыбок море подарков море внимания чтобы у вас было все все замечательно всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока